Здравствуйте! Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей беседе. Вот такая ситуация у нас сложилась в Петербурге. Мы обсудили и кулинарное направление, и косметологию. Но нас, естественно, интересует больше косметология в данном угле. Куколам и кремам вернёмся мы с вами, с плацентой. Есть ли всё-таки польза вообще от такой продукции? Ситуация следующая. Я, как пластический хирург, больше, конечно, занимаюсь хирургией. Но нам приходится по неволе опосредованно сталкиваться с такими вопросами. Значит, предложения об использовании клеточного материала в косметологических целях поступают постоянно. Вообще, у нас законом это не разрешено. Единственное, имеются индивидуальные решения, скажем, Министерства здравоохранения о экспериментальном использовании клеточного материала. Что касается органов. Плацента – это орган. Как мы понимаем, у нас труп разбирается на детали, если честно сказать. Идёт роговица глаза, может быть использованы надпочечники, почки. После смерти пациента. Пересадка сердца, печени. Это, ну, скажем, достаточно регулируемые законодательно мероприятия. Но с плацентой, вот ситуация, мне кажется, такая, остаётся достаточно открытой. Игорь Валентинович. В плане пользы или вреда, я… да. Что там с пользой и вредом? Да, я… да, я продолжу. Я лично, как хирург с 35-летним стажем, как врач, отношусь с большой осторожностью к пользе этих мероприятий. Оставляя за скобка вообще этическую сторону. Потому что, фактически, внедрять в организм человека чужеродные ткани, это достаточно опасно и представляет реальную перспективу возникновения злокачественных новообразований. То есть рака. Игорь Валентинович, а вот вы же… я понимаю, что вы хирург, а не психиатр, но вы же лично общались с женщинами? Как часто возникают такие вот просьбы и вопросы по поводу плацентарной, настоящей человеческой косметики? И вообще нормально эти женщины, которые задают эти вопросы? Вы же видели их глаза? Вы знаете, к нам обращаются разные люди. И, к сожалению, обращаются люди с некоторым изменением психики. И мы должны этих пациентов, ну скажем, отстранить от каких-либо мероприятий. Часто нам удается это. Иногда такие пациенты все-таки попадают в операционную нераспознанными. И вот эта группа пациентов, она согласна на самые нетрадиционные, самые невероятные и вредные вмешательства в свой организм. Если вы помните тему со стволовыми клетками, которые вводились в свободное русло крови, продолжают многие это делать. И мы прекрасно знаем, что стволовая клетка – это фактически раковая клетка. Вот чистой воды раковая клетка. Никто не может стволовую клетку отдифференцировать от раковой клетки. И через 5, 10, 15 делений возникают злокачественные новообразования у многих пациентов. Я не говорю у всех 100. Те, которые подверглись процедуре введения стволовых клеток. И то же самое, та же опасность касается и использования неденатурированной плаценты. Потому что кроме того, что там есть те же стволовые клетки, они всегда присутствуют. Там есть вирусы, которые, и даже простейшие, которые есть у женщины в процессе жизни. Она может болеть целым рядом заболеваний. И все это получит вот такой пациент в качестве нежелательного подарка для себя. Я повторяю, с этической стороны я не приветствую. Ни кулинарный ни в коем случае. Такой-то каннибализм просто. Мне кажется, что юридически это не урегулировано. Этически все религии мира против такого. Что касается медицинской стороны, здесь тоже нужно относиться крайне осторожно. Как врачам, так и пациентам. Но, видимо, крупные суммы денежного вознаграждения иногда людей толкают на то, чтобы предлагать пациентам такое. А необоснованные надежды у пациентов заставляют их совершать такие непродуманные действия. Игорь Милиционович, бизнес-то прибыльный. Вот вы обомвились. Вы знаете, поскольку я этим бизнесом вообще не занимаюсь, я оперирую день и ночь пациентов. Я не занимаюсь клеточной терапией. И более того, мне поступали предложения заняться. Они как бы рядом лежат. Клеточная терапия и пластическая хирургия. И я сказал, что я не для того 35 лет зарабатывал свое имя, чтобы в непроверенном мероприятии участвовать. То есть участвовать в том мероприятии, в котором я не уверен, что это полезно для пациента. Но если основываться на той информации, которую я знаю, о стволовых клетках... Давайте подытожим. Подытожим, да, стволовые клетки, возможный рак. Подытожьте, как врач. Вот действительно, какую опасность ведет этот черный рынок, непроверенные биоматериалы? Черный рынок органов – это вообще большая проблема. Очень трудно вообще даже органы для пересадки, для крупных организаций получать так, чтобы это было законно, чтобы мы были уверены в том, что эти органы изымаются законно. Вы помните аресты, когда обвиняли обоснованно, необоснованно трансплантологов в том, что они берут органы у еще живого человека, не умершего. Но это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса – это использование той же плаценты и стволовых клеток в медицинских целях. Я, как хирург, как врач, предупреждаю пациентов. Мое мнение крайне отрицательное к этим методикам. Я думаю, что пройдет несколько лет, и мы будем разбираться в массовом количестве случаев возникновения тех же раковых, злокачественных новообразований после аналогичных препаратов, которые как вводятся в русло крови, которые в виде инъекций, которые наносятся в том числе и на лицо, или на другие части тела. И моя позиция этическая очень важна для меня. Я считаю, что вот такое безоглядное использование человеческих тканей, оно никак не обосновано. Нужно быть крайне осторожным. Я не консерватор, я за пересадку органов, я за пересадку роговицы, я за переливание крови при необходимости. Но это должно быть четко отрегулировано и не на уровне такой личной самодеятельности. Спасибо, Игорь Валентинович. С нами на связи был не консерватор, но адекватный профессионал, косметолог Игорь Короткий. Продолжение следует...